Ну, под бой курантов встретили жители нашей страны новый 2017 год. Первыми открыли шампанское на Камчатке и Чукотке, а последними произнесли тосты и загадали желания в Калининграде. О том, как встретили новый 2017 год, в России знает Антон Подковенко. Они первыми открыли шампанское и услышали новогодние поздравления президента. Жителям Камчатки этот новый год запомнится исполинской елкой, вокруг которой собрались желающие полюбоваться праздничным шоу. Особенно впечатлил фейерверк, похожий на хвост жар птицы. Всю Россию с Новым годом! От Камчатки до Калининграда! И Владивосток, и Москву, и Санкт-Петербург! Всех от души поздравляем! Разноцветные огни взорвались и в небе Владивостока. На главную площадь пришли столько горожан, что буквально яблоку негде упасть. Здесь и снеговики, и карусели, и настоящий зимний городок в несколько этажей. Дальний Восток отметил Новый год широко и ярко. Мне хочется белого снега, морозного синего дня. А вот так в 2017-й вошла Москва. Фейерверками ярче кремлевских звезд, золотыми водопадами подсветки бульваров, сказочными ледяными деревьями, незабываемым настроением большого праздника. Россия! С Новым годом! Новогодний марафон салютов по всей стране, один другого красочнее. В Омске не стали ожидаться, когда грянет основной городской фейерверк, и устроили праздник в старом дворе. В Абакане огненные цветы распускались под классическую музыку. Такое впечатление, что в каждом российском городе, каждом селе постарались, чтобы именно их праздник был, как говорится, самым-самым. Желаю, чтобы Россия была всегда красивая. В Новый год каждый немного верит в чудеса или просто в лучшие, тем более, когда для этого есть основания. Трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное, мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем. Работаем успешно. И у нас многое получается. Бой курантов, звон бокалов, оглушительные фейерверки. Вся страна от Владивостока до Москвы всю ночь была в праздничных огнях. Настраивает на позитивный лад. Антон Подковенко, ТЕСТЬ.